Лукаш Адамский 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 Лукаш Адамести или И таким образом мы стараемся как-то пооборотить вплывы российской пропаганды, как говорится, что санкции не дают, что нужно заангаживать Россию так, как она теперь есть, в диалоге с Украиной, нужно безумовно выполнять миниские домовленности. Потому что в принципе это месседж, который теперь российские эксперты, российские политики проходит, нужно просто вырислить эти вопроса Украины и все будет доброе, каким-то компромиссным шляхом. Мы говорим о том, что было порушено душе международное право, и таким шляхом можно походить с постановкой и вопросом, что скажем, как один из ученцев, учасников дорожного руха не дотримуется правил, то треба заменить правила дорожного руха. Нет, то треба заангаживать такую кількість участников, акторов Суспильного Жития, в данном случае, скажем, других водителей, чтобы они примушили одного дорожного пирата, чтобы он дотримовал сейчас правил дорожного руха. Ну вот давайте немножко поговорим о гражданском обществе и, может быть, об оппозиции в России, если позволите. Потому что последние выборы показали, что оппозиционные партии не прошли. И многие говорят, что гражданское общество очень слабое, что львиная доля людей по-прежнему поддерживает Путина. Вот как бы вы оценили, что происходит в гражданском обществе России сейчас? Насколько много экспертов готовы с вами сотрудничать? Насколько открыты российские эксперты и политические аналитики, ученые? Нет, не знаю. Работа будет с вами. Там есть абсолютно разные люди, но большинство из тех людей, которые работают в России. Она же работает в государственных условиях, ну, хотя бы в университетах, так? То есть, как бы, их зарплату финансирует государство. Држава имеет влияние на то, чтобы, как они работают, в каких условиях. И много, кто просто боится теперь говорить о том, что происходит, и они волнуются в жевательских эфемизмах. Но это тоже, чего я уверен, что, по-перше, нижние, или даже нижние исследования гражданской думки, которые проводятся в России, или в других авторитарных государствах, они не являются вирусными. Ну, почему? Потому что нижний социолог не может объяснить, как он, как он, как он, как он, в своих исследованиях, витки дает свой чинник страху. Что люди не хотят прямо говорить о невидомым людям, что они думают про Путину, про выборы, что так звание выборы, что они думают про политику. То, по-перше, я считаю, что мы не имеем объективных, как бы, даны, какая здесь, ну, теперь ситуация, какие они настроены в сообществе. Ну, по-друге, можно предбачить, что, что такие Путин и его политика имеют в тремку большинства России, ну, а, но это тоже понятно, потому что они прямо сейчас живутлюиновами, которые показывают широкими мишами, а не пропагандами, а в зависимости от всей состоянии суспильной святки, который в России Peутин и, естественно, тоже есть, исторический кориев. Ну, по-друге, я повторю говорю, мы имеем и имеем в виду, мы имеем в виду с Россиями, с российским суспильством и имеем в виду, мы имеем в виду или лучше серьезному, как-то, потому что Украина имеет стратегию тоже позитивную. Не только как бы строить муры на кордоне с Россией, потому что они тоже нужны с вопросом безопасности. Но также Украина, Польша и другие страны Запада должны стараться действовать и влиять на российскую романскую думку. А как бы это определить? Кто из российских экспертов, извините, пропагандист, а кто вот эксперт? Я скажу так, эксперт может также быть пропагандистом. И так же бывает. Есть часто на людей, которые действуют в то, что международные отношения, международные видосы, потребуют другого подхода, нужно установить новые правила игры. И они, как бы, я это допускаю, что они, абсолютно честно говорят, например, про то, что требует изменения статус организации объединенных наций, что требует подумать про вызнание Крыму. Почему так? Потому что они также могут быть экспертами, только экспертами, которые показывают такую точку взору, в которой я абсолютно не похожусь. Но эта категория всегда существует и будет существовать. И это очень опасно. И другие категории, которые часто ездят на Захист, выступают на разных конференциях, и они, в принципе, критикуют Путина, говорят прямо, что им там не понравится в России, а заодно переказывают такой месседж, на какому России нужно зависеть. Потому что Путина не зависит от того, чтобы его не критиковать на Захоте, а Путина не зависит от того, чтобы помешать эти санкции. Такие эксперты будут говорить о том, что нужно подумать про инструменты, потому что эти санкции, которые есть, они не делают. И плюс есть категория экспертами, в которой абсолютно тоже говорят, что они подобаются мне в России, что нужно сделать, они делятся думками. Мы имеем такие инструменты, например, в Польши. Мы установили интернет-платформу Интерсекшн, на которой несколько раз на неделю мы публиковали статьи. Найчастеньше статьи писани самыми Росианами из разных российских регионов про Россию. И здесь выходит и английскую мовую, и российскую мовую. И они показывают, что стараемся добираться таких людей, которые говорят прямо, что вы думаете в России, через то, что английскую мовую, как вы понимаете, сильно сближает аудиторию. И тут мы еще достаточно эффективный инструмент, а наибольшим доказательством было то, что мы можем что месяц какие-то атаки на эти… Хакерские? Хакерские атаки. Да, да, конечно. То есть я захочу всех глядачей, чтобы подивиться на нашу сторону Интерсекшн проекте. Интерсекшн. 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 Интерсекшн проекте. Интерсекшн проекте. Идем дальше. Вы сами заговорили об исторических мифах. Я хотела бы вас вернуть немножко к взаимоотношениям между Украиной и Польшей, потому что в последнее время сложно. Все началось глобально с Комаровского, вы помните, когда он приехал сюда, и вот в этот же день было принято решение, которое не очень понравилось Польше, решение Верховной Рады. И, конечно, Волонская трагедия – это одна из таких трагедий, которая вдруг оказалась очень важной в сегодняшних взаимоотношениях между Украиной и Польшей. Вы знаете, казалось какое-то время, что XXI век, уже век каких-то технологий, казалось бы, история должна отойти на второй план, а нет. Так. Звычайно так и е. И вы сами, я не знаю, что вы себе усвидомыли, или нет, но вы сами даже часто дали диагнозу, почему это так не сподзивано, сплывало. В Украине мало ли никто процентов чувствовал. Они слышали интеллектуальные или политические элиты, и слышали Захидную Украину из родственных приказов. Но в целом, эта тема не функционировала в украинском дискурсе, что произошло на Волонии и также у Схидной Халичкини, на Волонии в 1943, а у Схидной Халичкини в 1944 году. В Польши про это мало, что говорили в коммунистический час, а после 1989 года начали проводить исследования, люди, которые еще не только живы, а даже достаточно живы, но были в Сыли, писали спорты, было много разных вспоминок, вспоминок, и разных доказательств. И в принципе через несколько лет, на практике 19-х, было абсолютно ясно. что это была организована акция, что это не было как бы как-то солианская война, что, скажем, поляки нападали, полские солианы нападали на украинских солиан, украинские солианы нападали на полских, так? не, что это и что такая interpretация даже образовывая для Украинцев, как они там живы, не, но что в России полские историки, а также юристы, которые проводили исследование и пришли до однозначной думки, что это была организована акция, что это была организована акция, подразделами украинской и повстанской армии. И тут начали проблемы, потому что я абсолютно понимаю, что для захидной Украины УПА это была по-перше ссылка, боролась против советызации, это был символ украинского patriотизма. А потом, в письме Майдану, это был культ, выявилось абсолютно ясно, что культ, УПА, глорификация, но это началось еще при Юшченко. Згадайте только декрет про прислужение Роману Шухевичевичу или Степану Бандери звания героя Украины. А потом был Майдан, польские флаги, колорыстика. Это в польску громадскую думку, которая сильно употребовала в принципе Майдан, а потом был выступ коморовского в Радзи. И выявилося, что в тот же день были премиаки не только декоммунизационные законы, как и законы, а особо сильно поддерживаю. Неофиций аспектах, но идею сложную. Но проблема была, как говорится, что дырция была вылитая разом с водой. И еще было там флагмент, что запрещивание правомирности бородьбы Украинской и Повстанской армии за незалежность. Это противоправная. И это связано, что это возникло аргумент, который раньше выживали украинские элиты. Почекаем, пояснимо все, исследуемо все, а мы теперь в складной ситуации, бо там мы имеем экономичную кризу, або проводим переговоры с Европейским союзом с Вильной Торгивли, а теперь мы с Россией и наши списы готовы на такую дискуссию. Этот аргумент уже не подъявил. И Сейм вырисовал назвать те, что в Украине обычно украсили, как волынская ризанина, волынский злочин, как выпадок геносыду. Ранее полский сейм принял ухвалы резолюции про геносыд против Украинских, в Холодомор, против Вирмен. Была геносыдом названа також акция вынешивания в Курдии и христиан в Ираку, бо термин геносыд в захали правовой термин, который означает злочину злочинь, не означает масовое выбыство, а что что кто-то вымородовал как-то несколько людей из-за их национальности. Наверня с каждым был выпадок, когда полска прокуратура вызнала геносыдом убыство от 79 селян, пилоский селян пислявины, оттим захоронно полско-националистично питпилия, аналогом упа. 79 селян был и был выпадок геносыду. А Украина была не готова на эту дискуссию. Ну, по-перше, через ее патриотизм, через эмоции, через те, что люди, которые глорификают Бандеру, а также, чтобы они теперь захищают Украину. Плюс, через те, что на жал, и это для меня была приграна сподзиванка, но на жале украинские истории не розумели, что такое геносыд, не имеют маленькие знания про международное право. Ну и все призвало до такой бурхловой дискуссии, которая началась в липне, которая будет продолжать, потому что теперь в Польше выйдет на экраны великий художественный фильм про эти подзии. Как называется? Волынь. Я его видел. Еще официально на экранах кинотеатров его немало, но через несколько дней появится. Он очень обидный для Украины, прямо скажите. Почему нам готовят? Нет. Это история. Я считаю, что украинский мальчик, который любит польскую девушку, а потом его вбывает НКВС. Это самый позитивный героин этого фильма. Смажовский это мастер кино. Он любит показывать зло. Фильм показывает, в принципе, до чего приводить тоталитарная думка. Какие злочины могут быть скошеними людьми, какие ранее думают в таких антидемократических, тоталитарных категориях. Но это не антиукраинский фильм, потому что там там есть показания ризни украинцев. Таких, которые вбывают поляков, а таких, которые тоже хотят поляков, которые хотят на то, чтобы вбывать своих политических сусидив. Есть тоже поляки, которые в акциях помсты выбывают невинных Украинцев, есть евреи, которые советы, которые выбывают немцы. Немцы есть такие, которые помогают у них героиньи. Это просто картинка, которая показывает вторую сусидовую вину, через призму волоинского села. Одна речь выключит в Украине контроверсии и на певно это в целом в Украинцы абсолютно есть. И это в фильме «Разплови против, что было в Миши военни полши», «Дискрыминация» как украинцы, или даже сексуальные насилия, были такие случаи, но этот фильм, он очень сугестивный, имеет абсолютно великое впечатление, и он показывает однозначно, что 100 тысяч цивилизационных населения было вбитым пидрозилами украинской и повстанской армии. Мало того, очень часто эти вбитства супроводжали окрыки «Слава Украине» и «Herojan Слава». Это был обычный окрык «УПА», но это слово, что происходит для Украинцев, и это показано в контексте этих вбитств, это был шок. В целом я думаю, что этот фильм должен быть обвязково, потому что это показано в Украине, а я сподзиваю себя, что выключу такую внутричную украинскую дискуссию про «Сенс поспешной глорификации УПА». И что вы скажете, что в фильме будет открытие раны, гни вылитца, и потом, что в полско-украинских отношениях, что не такой диалог, но будет потребный, но будет просто по-разумение, потому что в целом Украинцы очень позитивно ставят себя в поле, в полской элите, также позитивно для Украинцев, в суспильных думках и элитах. И, на жаль, через всю волынскую справу есть какие-то, скажем так, какие-то сентименты, или негативные оценки Украинцев, потому что они не понимают, почему люди, которые считают в поле, которые считают в поле, это глорификация. Ну, я говорю не о про-элите, но в целом, но в целом, полские элиты абсолютно про-украинские, а украинские элиты и в целом, и народ считает в поле за самый симпатичный сусида, самый приятный. И поэтому я бы хотел, чтобы просто эта история была, как бы, этот фильм и эта дискуссия про волын, она позволила нам всем понять потребу розрахунков из истории и потребу такого такого диалога. Как вы считаете, вот не поссорит эта трагедия историческая вот два государства, Украину и Польшу? Ну, потому что осложнились несколько отношений, ну, прямо давайте скажем, искренне это признаем. Раньше мы говорили, что Польша там адвокат Украины в Европейском Союзе, вы наверняка знаете, это прекрасное выражение, а сейчас все меньше мы стали об этом говорить. Это связано с тем, что правительство Польши изменилось, изменило политику, или что-то все равно происходит сейчас между Украиной и Польшей. Все не так, не так, прямо скажем, солнечно, как было до этого. Какие-то появились тучки. Что это за тучки? Это исторический характер? Не, ну, обычно это история, и эта история, и эта история о Волине, она ее наибольшой проблемой, но проблема в том, что polskие элиты, так как элиты коржной, и демократичной державы, у своих политики, которые будут в том, что они должны быть в раховатой, с успех надумкой. И не бажание Украины, вызнать прямо в ответственности Украинской и Повстаинской армии, ну и есть такая теза симметрии, ну, добре, мы там вбивали, вы вбивали, но в захали, тут немае какой-то зорганизованной акции, зорганизованной злочин, ну, только есть симметрия, так? Это теза, например, украинского института национальной памяти. Ну, будь какой-то раз, эти исторические дискуссии, они взвозжают поле для маневру для полских элит, потому что тяжело, тяжело тлумать, пояснивать громадские думцы, что треба, как бы, больше питернки для Украины, что треба больше заангажования, когда я, как бы, ну, говорю, с точки зрения такого престижного Поляка, когда идея глорификация людей, как и дидуся, или бабуся, в были. То есть история вплывае таким чином, но в захали, то я бы так не драматизовал, потому что, потому что наши видосы не только история, а также много практичных справ. И было кому-то так, ну, скажем, 10 лет тому, что Полшка, как бы, позиционовала себя, как адвокат Украины в европейском союзе. Но выявилося так, что теперь на жаль, но членство Украины в европейском союзе на какой-то час нереальное. Тобто там 10-15 лет, и через войну с Россией, и через кризис в Украине, и через кризис в европейском союзе. И просто не ма дискуссии про это. Зона погубной торгивли дие, и треба только, как бы, и имплементовать, и стараться себя, чтобы эти правовые механизмы, как она предупреждает. Цена погубная зона в Вильной торгивли, были действительно задействованы в Украине. А для этого нужно делать много таких маленьких, практичных рухов, которые суспильная думка не помечает. Это не так легко. Например, ситуация на кордоне. Товарооборот Украины с европейским союзом постоянно сближается. Приток туристов и людей, которые в Захайху чувствуют перетенаты кордона, становится гораздо больше. Инфраструктура на кордоне достаточно недостосована, и через это с каждым роком корки, пробки, которые становятся больше. Что надо сделать? Надо, по-перше, разобудовать при кордоне переходы, надо побудовать новые, а Украина не имеет для этих грошей, поэтому Польша выделяет этих грошей на основе из них кредитов. Это, например, практический механизм, как можно допомогти? Я особо считаю, что часто на провин, на чему такие церки украинские законодавство установило на старые машины из Захода. Если кто хочет купить новую машину, в Украине они имеют проблемы. в Украине, что они находятся в 2 разы больше, чем в Польши. И что они делают? Они находятся поляки, которые купят машину, в Украину, сделать их спиу, поляки, 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 поляки. Они их показывать, какие возможности в Украине реформуются. Может не так быстро, но процесс реформы, идеи, которые люди знают. Епитрымка для Украинской позиции, что до Минска, что до большей политики, что до России, поляка дипломация подтвердит. И старается впливать, насколько может, на дипломацию Немечкин, или Франции. И переконировать политики острых санкций, против России, потому что это единственная эффективная политика. И это тоже консультация с Украиной, это неправильная позиция. Я бы не драматизировал ваги, не перебилшировал ваги и роли истории. Что делать? История может вызвать эмоции суспильства, а для политики просто эти эмоции имеют меньше свободы. меньше свободы для проукраинской, чем в Украине может быть про-полской политики, каких-то про-полских жестов. Но я думаю, что мы настолько доросли, я имею в виду обе двоих наций, что дамо себе раду. по-полской политики. Скажите, пожалуйста, в Польше, у нее есть санкции в отношении к России? И вот вы можете сказать, что реально Польша потеряла в чем-то? Так, я дам один пример. Звычайно санкции, это устроена позиция европейского союза. каких-то экономических санкций против России нет. Но Польша, что мало Украинцы знают, есть сусидом России, через Калининградский область. И в 2012 году был запровожден так называемый Малый Прикордонный рух. Что это означает? Все жители Калининградской области могли без виз ездить до двоих политических в том числе и до Гданска. Великого и душе хреного места. Могли без виз и куповать. Поляки могли без виз ездить до Роси и до Калининградской области. И все призвало и до росту товара оборотов и до того, что например Бахато Поляки вжило с того, что ездило до Калининграду, куповало дешевый бензин, а Росиане в Калининградской области и все было дорожче, чем в Польске. Ездили на закупы, куповаты до Гданска, в хипермаркетах, в торговельных центрах. И все в принципе были задоволены. до до лета этого года, потому что были две важные заводы. Один в Варшаве саммит НАТО, а потом визит римской Папы. Польске на какой-то погибло этот рух претенило. Винакош был в связи с Россией. И тоже отмит. Это показывает, как дает дизна проблема этих жителей при кордонных регионах. И она тоже перенесла этот рух в отношениях с Россией. В отношениях с Украиной после позиции Папы рух был вынужден. То есть сейчас он иснует. А в Россию он уже не был вынужден. Почему? Уряд говорит так сильно энигматично, что безопасность Польши требует. Я даже не могу оценить, что дизна была представлена. Или какая-то реальная загроза. Или, скажем, российские службы, старая леса через кордон, через большие возможности проникнуть до Польши, организовать. Или эта загроза была перебильщена. Но не просто хочу сказать. Те, что уряд решил сделать крок, который был абсолютно не популярен. Потому что все жители Гданиска, Варминиско-Мазурска и поморское воеводство были заставлены этим. Но это был не популярен рух. И он говорит о безопасности. И он показывает, что Польша е готова, по жертвовать экономическим добро бутом, за ряда власной безопасности. На жаль. На жаль. Чего не мое. Например, в больших, больших, в больших странах, в Захидной Европе, но даже в Пивдене Европе, но даже в Нимерчине, или в Чехии. И так в принципе, кто может быть таким справедливым, стратегичным союзником Украины, уразумени, как раз, безопасность, то есть баутыские краины и Польша. Я не думаю, что мы имеем о какой-то безопасности. Что через историю посвали мы ся, и в Захали, что Украина имеет второй фронт. Что это, как бы, проявы, каких-то комплексов, или травм, но цены так. Как повторю, польские элиты абсолютно проукраинские, только Украине нужно понимать, как с ними работать, и как эти отношения развивать. Вы сказали интересную фразу, в Нимеччине и в Чехии ситуация уже другая. Что вы имеете на увазе? А там политические элиты поделены. В Нимеччине они тоже знают. Что есть позиция Канцлер Меркель и частые, потому что христианские демократы, которые понимают. Что не можно высылать фальшивого сигнала и не можно теперь работать какой-то политики умиротворения. не не то что будет выполнено в связи с Минском, то мы димемо часть санкций. Как вы сказали в английском? Кондиционализе. 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 Тобто Меркель имеет достаточно позицию, что санкции могут быть удовлетворены. Санкции это реакция на сильные порушения международного права. Право-межнародной злочи, можно сказать. На жаль, что баварская ЦСУ, такая сестра на партии христианско-демократичной унии, христианско-суспильна уния, вонах, что мае трошки иншу позицию, а Steinmayer и немецкий социал-демократы захали бы, чтобы повернуть себя до этих, скажем злотых частей, Шредера, бизнес as usual и только треба чтобы миниские домовы были выполнены так, чтобы заморозимы от этих конфликтов, впустимы захарченки в Плотнецких до Рады и в СИИ будут задоволены. Это уними, что элиты подзеленные бизнес бы хотелось снятия санкций, потому что это росынские консанкции и реально их означает какие-то кошты для них и в траты. В Цехии такая ситуация что на уровне урядов элиты подзеленные. А какая ситуация в Италии или Испании вы можете подумать. Они не понимают Украину, не понимают конфликты, и считают, что для Европы есть безопасности среди морской регионы. И там как раз конструктивная позиция России, например, им допомогла. Но европейский союз подзеленный не малой большинства. Я думаю, я отвечаю на это вопрос. А скажите, пожалуйста, вы знаете, Меркель действительно потеряла часть рейтинга от того, что случилось в Украине, что не удалось регулировать? Или это не вплинуло? Нет. Это не вплинуло. Что-то вплинуло на позиции Меркеля о беженцах. Она речь назад заявила, что беженцы должны быть в Немечении а потом немецкое общество не готово для такой политики интеграции. И эта позиция была скрытикована в своей партии. И поэтому она в принципе после несколько месяцев видна. Но там немного рейтинга. А по-друге нужно понять, что Меркель в коалиции с либералами, но она уже 11 лет. И всегда всегда работает в томленности от политики. И хотя она имеет шансы выиграть следующие выборы, но цена таким очевидным, как бы меню особо хотелось бы. по-другому. что мы должны выполнять их и они выглядят как одновременно. А по-другому, по-другому, что это означает? Это означает, несмотря на то, что там небезопасно, мы должны готовиться до выборов. Это простое понимание, как мы это понимали. Как вам из Польши это поддерживает Польша выполнение этих домовленностей? И вы считаете, что это возможно? Синхронно или параллельно, как вам больше нравится, выполнение таких кроков? Минские домовленности не очень точно прописаны. Есть простые для разных интерпретаций. и важная проблема в том, как организовать выборы на оккупированных территориях. Я неоднократно говорил и думаю о том, другим экспертам, а также политикам, которые организовывают выборы под карабинами, что можно думать про автономию для Донбасса. Действительно население, которое там мешает, мое такое почувствие региональной идентичности. Проросейскую или проукраинскую позицию, которые в Донбассе творят такую региональную спину. Я думаю, что можно использовать автономию для Донбасса. но умовы должны быть одни, что там будет запровождаться на несколько лет, в принаеме, международная цивильная администрация и цивильная полиция. Я не могу уявить, как организовать выборы, как население будет видеть, что ДНР, ЛНР, или члены организации, организации, как и створила Россия, они контролируют ситуацию. Таким чином, если население будет чувствовать, что их безопасность зависит от людей, которые współpracуют с ДНР или ЛНР, даже если там будет будить международный спостой власти, то все либо будут боятся голосовать, либо будут голосовать, как начальство власти. Это будет катастрофа для Украины, потому я не могу себе представить, как Украинская думка прийма, что депутатом будет полотенецкий Захарченко или военные злочинцы. Я считаю, что решением будет цивильная администрация и международная и международная полиция, которая будет контролировать ситуацию. И есть такой прецедент, после первого святого Вина, Лига Наций и с Версальским договором. Малбуты проведены плебисты на Силезии, частыни полско-немецкого Прикордония. Немцы там мали полицию и полские активисты не могли проводить агитацию, не могли переконовать за Польшой. Были дискрыминации, выбуху повстания местовых полиции против немецкой власти. Письмо повстания было решено, что немецкая полиция малинистрация и полиция была запровождена международная администрация и плебисты, который показал, что население абсолютно подзеленное. Захидная частына Силезии в Немецке, Силезия в Польши, и регион подзеленный. Теперь в Польши, но я говорю о том, что им уже в военном периоде. И думаю, что это может быть таким решением для Донбасса, чтобы просто население, чтобы там уснуть Захарченки плотнецких наиманцев, уснуть также украинские чтобы запровождать международную администрацию, международную полицию, что население так по живой несколько лет, и они понимают, что они спроможны саму в свою думку. И выборы будут вилными. А как теперь это будет катстрофа для Украины? Украина сложно сделать все, чтобы не выполнять миски договоренности в интерпретации России или каких-то захинных стран. Я считаю, что это единственная политика, потому что Россия еще не так втомлена от войны и санкций, чтобы погодить себя на санкции. промежного периода международного протектората. А теперь Украина может только развлекать. Если мы не будем выполнять миски договоренности, представители захинных стран скажут, что ваши проблемы санкции и сделаем что угодно. Это не просто санкции. Это правовый механизм. На жаль, есть такие страны, которые немного забыли о том, что у их соседей еще память и позиции. и и и и такая позиция, что мы говорим о чем на имене всех ЕС, а есть такие политики или позы. У Киева, в принципе, они должны говорить только на свое имене или на имене своей души что они имеют правильное значение, а они заявляют свою позицию как позицию Всего-Захода. Я считаю, что, по-перше, это не честно, а по-друге, это элемент тактики в перомовинах. Мы будем заяковывать вас, Украинцы, что они выполняют миниские домовленности, мы снимаем санкции. No means, no sanctions. Для меня это элемент тактики в перомовинах и Украина, украинская дипломация и украинские эксперты должны понимать, что они так просто санкции, потому что они привязаны до крымских санкций в Ахалии. Я знаю, как можно их санкции, потому что они были запроводжены как ответственность на оккупацию Крыму. Чтобы были санкции, нужно какую-то изменение ситуации. А в случае с Крымом не можем изменение ситуации. В случае с Донбассом можно попробовать сделать так step by step, крок за кроком. Потому что не понимали, какой крок за каким кроком. Важко безопасность с политическим кроком. Я, например, два года назад только началась война. Я работал в Миссии Обессии. И потом был там доповедачем. в Миссии Обессии в Миссии Обессии. Но я увидел, какая атмосфера, какой способ мышления многих способов. А потом увидел теперь, как они все больше сфрустрованы тем, что им не дают доступ, как они хотят. в Миссии Обессии. И то есть такой процесс протрезвинения и понимания того, что... Наверное обессия. Наверное обессия. У тех людей, которые верили, что они имеют такими честными посредниками, маклеров, что имеют в виду в способ объективный, а также балансованный, для меня два термина, выключают. Не можно одночасно объективным и с балансованный, потому что обеективным нужно говорить правду. А если говорить правду, то не будет правдой для ДНР. То не будет с балансованный. Но я был в мэншине, а потом когда ситуация развивается, они постоянно обстреливают, устойчивают доступ и постоянно выливается эта frustрация. У Захи тоже есть скандинавские краины, которые имеют подобную позицию, как Польша. Великая Британия имеет свои проблемы. Сама на себе спровадает проблемы, но в безопасности она имеет понимание того, что нужно стримовать Россию. Ситуация в США, посмотрим, кто выиграет. Думаю, что ближайшие шансы имеют Hillary Clinton, но даже если выиграет трамп, что еще не означает, что будет какая-то кардинальная смена политики до России, потому что он будет зараз отопленный, отопленный этим establishmentом, и радниками, и может быть никакие хасла, которые теперь голосуют, выявляют только довыборной реторикой. Но проблема в этих певденно-захидных странах Европейского Союза, которые не имеют зразумения для загрозы, которая идет путинской России, и как быстрее закончить этот конфликт, заморозить, или просто походить на российской интерпретации миниских угод, а что будет с Украиной, это не так важно. Суспильная думка не будет периматизма, не будет врагов. Это политики. И это проблема. Украинская дипломация, польская дипломация должна их проявить и объяснить, как происходит Россия, какие механизмы происходят российской дипломации, какой троллинг идет. Спасибо. И последнее вопрос. У Польши есть улюбленный президент США? Например, у Украины есть, что Хиллари для Украины была более выгодной президентом, а Польша как-то болит? Хиллари, Трам? Абсолютно больше людей, которые я знаю в Польше, которые интересуются международной политикой, хотят победы Хиллари Клинтона. А почему? Потому что она предупредительная. Мы знаем, что от нее ожидали. А Трамп имеет пророссийские цели «Трамп популисты» и вообще работа с Трампом будет гораздо сложнее. Мы как бы в одном таборье. Спасибо. Хочу напомнить, что Лукаш Адамский сегодня был у нас в студии. Он польским исследователем, политическим аналитиком, историком. Спасибо, что были с нами. Будем рады вас видеть на студии. Передайте великое приветствование Польши, нашим друзьям. А вы оставайтесь с нами, продолжим наши прямые эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова